Матч звезд КХЛ образца 2017 года уникален. Тут вам и звезды женской хоккейной лиги, и Кубок Вызова. Сам главный матч лучших из лучших. И для всего этого отведена целая неделя. Уфа ликует, остальные города даже немножко завидуют. Как принимает гостей столицы Башкортостана в нашем следующем сюжете. Вы знаете, что в Эфи сейчас проходит неделя звезд? Не знаю. Вообще не знаю. Я экскурсовод Город Упы. Нет, не знаю. Матч звезд – это когда звезды все собираются и играют в хоккей. Это важное событие для города. Самое важное очень. Наш город любит хоккей. А каких звезд? Какие звезды? С разных городов. Всех мы знаем. Дацук. Кто там у нас? Ковальчук. Кто там из наших-то? Капризов. Капризов. О, да, звезда. Уморк вроде, да? Дацук. Овечкин приедет? Овечкин? Он должен приехать, конечно же. Он же звезда все-таки в хоккее. А из Салавата кто-то будет принимать участие или нет? Я не помню вообще. А часто в Уфе проходит матч звезд? Первый раз. По-моему, первый раз. Ну, не так часто. Ну, это первый раз. Жители Уфы неплохо подготовились к матчу звезд. Но чтобы узнать, как с этим справились организаторы, надо пройти на арену. Арена приготовилась к приему гостей. В холле каждый болельщик смог найти развлечение для души в ожидании главного события. Пока мужчины оттачивали хоккейные навыки, девушки с удовольствием фотографировались в специальных будках. Красавицы из группы поддержки оказались гостеприимными хозяйками. Для них неделя звезд – это не только праздник, но и возможность продемонстрировать свои новые костюмы. Для нас это большая честь. В первую очередь мы очень хотим всех встретить хорошо, показать себя, показать наши команды. Ну, это очень классное событие, как я считаю. Праздничные мероприятия собрали аншлаги на восьмитысячной арене. Уфа доказала, что является одним из самых хоккейных городов России. Ну, я не только сюда на выезды приезжал, я здесь провел два сезона в своей карьере. Поэтому я могу однозначно сказать, это один из самых хоккейных городов. И хоккей здесь любят, и за него переживают. Поэтому я думаю, это здорово. И сейчас уже видно по ажиотажу, как бы, то, что билетов нет, опять же. Ну, и просто по настроению в городе, там, даже по той же рекламе, да, что тут готовились к этому. Финальным аккордом хоккейной недели стал матч звезд КХЛ. Ожидания оправдались. А Уфа еще раз доказала, что умеет дарить яркие праздники всем, всем, кто неравнодушен к хоккею. Накануне матча состоялась презентация четырех городов, претендующих на проведение следующего шоу. Казань, Астана, Владивосток и Хельсинки готовы перенять эстафету. Кажется, формат звездной недели понравился всем. 2017 год вписан золотыми буквами в славную историю женского хоккея. Впервые лучшие хоккеистки, выступающие в ЖХЛ, вышли на лед в форме Запада и Востока, чтобы дарить людям праздник и красоту. И уж в чем, а в красоте девушки дадут фору сильной половине хоккейного мира. И они готовы рассказать, как правильно готовиться к такому грандиозному событию. Что делать, чтобы на льду не обветривались губы во время матча? Целоваться после каждого периода. Ну, блеском, конечно, это слишком будет, я думаю, но увлажняющей помадой можно. Слишком? Почему соперницы отвлекаться будут? Нет, ну, если бы мы играли с мальчиками, то можно было бы. А мы же с девочками играем. На самом деле, это частая проблема хоккеисток, мне кажется, вообще. Облизываются. Такая. Что из украшений стильно смотрится во время игры? Сережки. Сережки, мне кажется, такие или гвоздики, или пуссеты. И браслетики из-под перчаток могут хорошо смотреться. Сердечко, которое мне подарили родители и никогда не снимаю. Из украшений. Ну, вот шлем вратарский, он красивый. Иногда бывает, когда раскрасишь, вообще, я думаю, зрители ценят. Что делать, чтобы прическа сохранилась под шлемом? А вот это ничего. Ничего не поможет. Видите, после тренировки какая прическа, так что это ужасно. Быстро не бегать. Сидеть на трибуне, тогда у тебя ничего не будет портиться. На лед нельзя выходить с клатчем. Куда же вы складываете помаду и зеркальце? В трусы. Что за вопрос? Никуда. У нас есть такой отдел, что туда хочешь, что можно. И пряники, и печенье, и конфеты. Мы все туда кладем. Особенно вратарь этим пользуется. В шорты. Да, у меня там есть карманы специальные. Иногда плеер туда помещается, правда, запрещено. Ну, ничего. В принципе, туда все, там, в ракушку можно что-то напихать. Это там... Как быстро накрасить ногти в перерыве, чтобы тренер не заметил? В туалете. Вот. Я недавно делала прямо к матчу звезд. В перчатках они все равно сотрутся, и будет запах в раздевалке. Ну, на самом деле, может, как-то можно, но мы пока так не делали. Ну, вот мои. Но это мне хоккей. Наращиваете ли вы ресницы на важные матчи? На важные и на неважные наращивают. Нет, не наращиваю. Я мажу ресницы каждый вечер специально маслом. На самом деле, да, и часто вот на чемпионате мира, и не только в России многие ученки так делают, потому что не надо краситься на матч, и удобно. Мне обидно, что вы такая красивая, молодая, а под формой не видно ни ваши сережки, ни макияж, ни прическу. Как не видно? Ну, дело-то не в прическах, сережках, а вот у меня формы, смотрите, какие я такая довольно-таки аппетитная мадам, короче, да, в форме. Поэтому не важно совсем, какая там у тебя какой-то мейкап у тебя. Любовь к родному клубу надо воспитывать с ранних лет. Именно поэтому наши следующие герои, преданные болельщики «Спартака», растят сына соответствующе. Ребенку всего ничего, а он уже смотрит на мир сквозь красно-белые очки. Да что там, у него даже свой инстаграм есть, который пополняется практически после каждого матча московской команды. Смотрим, знакомимся и умиляемся. Смотрим, знакомимся и умиляемся. Когда первый раз вы попали на хоккей? Первый раз мы попали на хоккей в прошлом году, когда Миша был пять месяцев, на кубок Чернышева. И как, ему понравилось? Да, ему понравилось. Но он у нас мальчик веселый, общительный. Ему нравится, когда много людей, он радуется. Вот этот свитер нам бабушка связала. Да, она готовилась к этому специально по нашей просьбе. Для него вот этот наряд делала. Ну и что-то покупаем в магазинах. Немножко фантазии красно-белого в магазинах, слава богу, у нас хватает. Часть спартаковской атрибутики, часть даже из детских каких-то магазинов красно-белых, часть новогодних каких-то. Так что, ну вот это, конечно, шедевр, который бабушка сшила. Да, у нас спрашивают все время, где мы его взяли, где-то это делают. Или еще, как мы говорим, это у нас эксклюзив специально для Миши. Да. Тем более, Миша в этом свитере даже был на выезде в Братиславе, и там все болельщики знали, что это Миша, болельщик Спартака. Наряд на ретро-матч был очень феноменальный. А чья идея это была? Ну, наше общее. Мы решили, что он будет у нас такой, ну не знаю, какой-нибудь либо агроном, либо вот такой бухгалтер, щитовод. Вот, и у нас были валенки, пиджачок, картузик такой. Вот он был такой мужичок. Значок спартаковский. На пиджачке все как положено. Часто ездите с командой на выездные матчи? Ну, у Миши это пятый выезд за два сезона, скажем так. Ну, а так на все домашние матчи он ходит, не пропускает, так что... А не тяжело переносит выезда? Нет, нормально. Он абсолютно хорошо относится к самолетам, к машинам. Потому что у нас был долгий выезд по Европе, вот в мае, две с лишним недели. Он молодцом продержался. Миша сам пойдет заниматься хоккеем? Ну, папа на это очень... Надеется, ну, посмотрим, жизнь покажет, хватит ли у него для этой концентрации и силы воли. Что посоветуете родителям, которые, может быть, боятся приводить таких маленьких детей на хоккей? Ну, в принципе, тут каждый родитель сам решает, что для ребенка важно. Если ему это интересно, я думаю, то стоит, конечно, водить на хоккей. У Мишки тут движуха постоянная, какое-то общение, постоянно что-то интересное. Правда, вот он сейчас после сна не очень общительный. А так, очень нравится ему, с удовольствием ходит. На этом тема социальных сетей не закончена. Если за нашего предыдущего героя Инстаграм пока ведут родители, то Мария Титова сама, кого хочешь, научит премудростям интернет-развлечений. А что делать тем, для кого слова Фейсбук и Твиттер не знакомы? Конечно, смотреть нашу постоянную рубрику «Самое интересное с хоккейных страниц» здесь и сейчас. Каждый хоккеист, выбирая путь изнуряющих тренировок, строгого распорядка дня, тяжелых эмоциональных перегрузок и неминуемых травм, следует только одной цели – добиться успеха. Какой он путь к победам? Об этом новое видео на сайте ЦСКА. Тернистую дорогу на вершину Олимпа всегда разделит мама. Елена Викторовна, пока ее сын, игрок Красной Армии Иван Макрицын был на сборах, залила во дворе собственного дома каток, чтобы форвард мог оттачивать хоккейное мастерство в любое время. Катаюсь и радуюсь. Визит счастья! Иван Налимов сделал незабываемый сюрприз для двух преданных болельщиков Новосибирской команды. Вот они! Ну так, какие дорогие радости! Вентина Николаевна и дедушка Саша никак не ожидали увидеть у себя в гостях вратарях любимого клуба, поэтому радости в этот день не было предела. Она сказала «да». Болельщица Бориса думала, что выиграла в лотерее и сейчас станет обладательницей сувенира от хоккейного клуба, но получила гораздо большее предложение руки и сердца от возлюбленного. Дмитрий Мальцев сменил клюшку на рапиру. Мастер-класс для нападающего Салавата Юлаева провели члены сборной России по фехтованию братья Хамзина и заслуженный тренер России Лира Грушина. Что из этого получилось, смотрите всю жмите клуба. Ребят, пожалуй, я вернусь в хоккей, мне больше там нравится. Спасибо за урок. О, есть! Вратарь «Спартака» Маркус Свенсон в Инстаграме опубликовал видео своей разминки. При этом партнеры по команде весело подшучивали над упражнением. В Северстале больше не нужно покупать билет на самолет для своего галкипера Якуба Коваржа. Достаточно упаковать его в спортивную сумку. Такое запомнится прошедшая хоккейная неделя. Буду и далее следить за самыми яркими, интересными и необычными публикациями в социальных сетях. На этом все. До следующей недели. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok